Вообще интересно, как жизнь моя дальше сложится. Чем эти роллы необычные? Какая-то нервная, я ненавижу, когда мы опаздываем, а потом она мне выдает. Решила разгуляться. Девочки, ребенок затих. Не слышу, не вижу, 20 минут. Пойдемте посмотрим, что она делает. Всем доброе утро, пробуждение после вечеринки. И в пятницу вечер, обычно в пятницу вечер я не тусую. Но так получилось, что именно пятница была днем вечером отдыха. Вообще отлично провели время. Все супер-пупер, это вы уже знаете из прошлого влога. Сейчас я проснулась, еле-еле я не выспалась. И 6 часов, получается, поспала где-то 6-7. Прям немало, знаете, с гуляночки. Сейчас я сделаю себе кофе. И на выходные у меня есть планы, отличная погода. Сейчас я сделаю кофе, немножечко помонтирую. И потом мы с Данечкой поедем. Сегодня хочу и в бассейн с ним сходить, поплавать. И к логопеду у нас сегодня. И в магазин нам еще надо. Хотя, может быть, в магазин завтра. Завтра у нас рано просто, часов в 11 будет кукольный спектакль. Я думаю, может, после спектакля уже туда поехать в торговый центр. И там мне нужно ему и кепку новую купить. Потому что кепки все маленькие, представляете? И резиновую обувь для физкультуры. Вот, кроссовки на резиновой подошве. Вот, короче, планов много. Пойдем, сделай кофе. А то я что-то вообще какая-то расклеенная. Девочки, ребенок затих. Не слышу, не вижу. 20 минут. Пойдемте посмотрим, что он делает. И что вы здесь делаете, товарищ? Мы гуляем. Мы гуляете? Супер! Мамочка вообще-то не разрешает на подоконник залазить. И, девочки, какое было правильное решение, что как только мы въехали, я на все окна поставила защиту. И она стоит у меня с тех пор. Я, то есть, нет такого, что, знаешь, там открыла окно и забыла. Она всегда стоит и проветриваю ее только либо вот так, либо, нет, уже пыли насобиралась там. Либо вот так вот, либо открываю форточку. Да? Вот так вот детки любят посидеть у окошка. Так что будьте бдительны. Ну что, мы наконец-таки выходим из дома, да? Да. Деня порывался взять велосипед. Но я говорю, велосипед, я сейчас не знаю, просто поместится он вообще у меня в багажник или нет, чтобы мы не возвращались. Потому что мы, как всегда, спешим, опаздываем. Ну, пока на самокате. Самокат точно угодит. Денька, прям первый раз выехал на самокате. Аккуратно! Не туда, Зай, не туда! Все, сели в машину. На улице жаришка, хорошо оделись. В принципе, я кофточку Деньки взяла. Но пока не одеваю. Вот он в майке у меня, в шортах. Уже с самоката упал. И я смотрю, вот как шорты в этом смысле не... Ну, менее безопасны, чем бриджи. Бриджах раз и протер бриджину. А здесь раз и коленку сразу. Ну ладно, шортики должны быть. В садик будет на них ходить. Хотя в садике, блин, тоже. Я люблю бриджи больше, чтобы колени были закрыты. Надо будет что-то поискать такое. И, кстати, мало очень бриджев, где купаюсь. Короче говоря, мы пришли в наш спортзал. Но, честно, так не кажется. Заниматься. Короче, мне вообще не хочется заниматься. Я в бассейн думала пойти, но я не смогла найти шлепки. Мы эти шлепки брали в поездку. И их нет ни в машине шлепок. Не знаю, не долго. Короче, я не знаю, что делать с моим нежеланием заниматься. Я каждый раз себя прям заставляю. А потом думаю, да что заставляю? Не пойду. В общем, взяла себе новый какой-то, я смотрю, вкус. Появился батончика. И чай какой-то необыкновенный здесь. Чай черный, манго, маракуйя. Сказали, прикольный вкус. Сейчас попробую. Смотрите, какой он красивый. Здесь какие-то синие цветочки. Даже запах бомбичный. Вон Денька по травке идет. Кепку перевернул. Красавчик. А я помню, что здесь мы с моей сестрой раньше гуляли. И здесь было, даже не знаю, не больше. Но почему-то нам здесь нравилось гулять. Наверное, не так много выбора у нас было в детстве. Но вот здесь, в этом парке мы гуляли с сестрой моей. Позанимались мы. Логопед сказал, что, говорит, несмотря на то, что был такой большой перерыв, у нас эти майские праздники, ну, считай, две недели, да, получается. Он говорит, вообще, он молодец, все сделал, выполнил задания все. Сначала хитрил, говорит, что-то начал делать. Потом такой, помоги, помоги. Типа не мог найти картинку там в задании в одном. Она говорит, а я не знаю, давай сам. И в итоге он начал сам. Ну, вот, я говорю, да, хитрец у меня ребенок еще тот. Он сложных путей не ищет. Зачем? Если можно попросить помощи. Зачем вот это мучиться, напрягаться? Да, Денька? Вот. Но мы тоже знаем свое дело, да? Короче, я рада. Логопед всегда его хвалит. Я вообще... Мне это очень приятно. В общем, до следующего раза попрощались. До следующей недели. Сейчас мы едем... Чего мы едем? Сейчас мы едем во дворе, наверное, погуляем. На самокате покатаются. И пойдем домой. Потому что я какая-то сегодня очень, это... Прям расклеенная. Не то, чтобы расклеенная. Сил нет у меня, сил нет. И вообще я очень хочу собраться, чтобы... Блин, если я вот так вот беру на год абонемент, знаете, заниматься, я хотя бы, если бы месяц походила бы прям четко, знаете, там, через день, через два, чтобы прям тренировки какие-то. Я вообще собой гордиться буду, чтобы за год вот так хотя бы весь месяц использовать. А то, получается, мы раз, пошли, и все, короче. Деньги на абонемент вообще уже чисто без понту. А я вообще лентяйка. У меня все время более важные дела находятся, чем позаниматься. Да, спорт это не мое, как говорится. Ой, это надо просто... Это я знаю, что это надо в колею зайти. Просто, знаете, как вот раз начать, и вроде пойдет, поедет. Но пока что-то не могу начать. Вот это сложно. Тем более погода сейчас такая хорошая. Больше хочется на улице проводить. Хотя кого я обманываю. Дома кайф мне. Дома. Фух, ну что, мои хорошие. Мы погуляли немного. На улице жарко, да, Денька в майке, в шортах, я в футболке, в шортах. Реально жарко. Но ветерок. Такое мне не нравится. Он теплый ветер, но просто он, блин, ветер, ветер. Я переживаю. Душ и уши может как бы задуть, и все такое. Поэтому мы недолго гуляли. Чуть погуляли, там полазил, там поиграл. Чуть покатался, в песочнице поиграл. Короче, я говорю, пойдем домой. Не хотел домой идти, но я его заманила роботом-пылесосом. Я так рада, что есть у нас то, что он безумно обожает. То есть повключать, повыключать робот-пылесос. Вот он сейчас им там занимается. Вот. А я хочу немножечко прибрать. У меня вообще нет мыслей в голове. У меня... Ну, прикольно. Прикольно, короче. Я в последнее время в отличном таком, знаете, пребываю в состоянии очень спокойном, удовлетворенном и размеренном. Готовая к переменам каким-то хорошим, естественно. Вот. Поэтому... Все хорошо. Хочу посмотреть какие-нибудь шоу-программы или кино какое-то. Знаете, когда такое настроение? Когда... У меня обычно в голове просто куча идей, куча мыслей. Мне куда-то надо бежать. И мне вот не до того, чтобы остановиться, посидеть, подумать о том, что бы я хотела. Вот раньше было много такого. Я раньше так и жила, знаете. Что ты хочешь посмотреть, душа моя? Куда ты хочешь пойти, душа моя? Что ты хочешь съесть, душа моя? С кем хочешь пообщаться? Как провести время? И вот когда я жила в Москве, у меня вообще все время так было. А мой переезд в Ростов совпал вместе с тем, что я начала вести блогерство. И меня закрутило сразу. То есть это даже какой-то непостепенный момент. Да, то есть вот как только я вот начала... Ну, как бы там был период, конечно, постепенный, чуть-чуть. Но это я еще не серьезно относилась, еще не понимала, что к чему. Но когда я уже поняла, что я кайфую, все, у меня вот так вот все закрутилось, завертелось. И с тех пор у меня очень редко выдается время, когда я вот так вот могу сесть, остановиться, никуда не спешить мысленно, какими-то своими идеями, делами. А вот просто пребывать в настоящем времени и спросить себе, что я сейчас хочу. А я себе говорю, мне так хочется сесть, что-нибудь вкусненькое наготовить себе. Даже не наготовить, взять просто, чтобы оно было готово уже, да. Включить киношечку какую-то, знаете, залезть под пледик, чтобы было все тепленько, уютненько. Чтобы тебе не нужно было что-то убирать или что-то готовить, или стирать. Я запустила сейчас стирку, да. Завтра куда-то бежать, рано вставать, рано ложиться, да. Просто вот ты никуда не спешишь. Тебе ничего не нужно срочно делать. Ты просто кайфуешь сейчас, отдыхаешь, наслаждаешься. Редкие моменты, я прям, честно говоря, радуюсь, когда они у меня наступают. Вот. Вообще интересно, как жизнь моя дальше сложится. Очень любопытно. Но пока мы здесь. Есть время отдохнуть. Отдыхаем. А так продолжаем работать. Ладно, попозже увижусь. Будут какие-то события тут у меня дома. Нет, пиццы нет. Девочки, как я вам сказала, в такие дни я хочу баловать себя. Решила заказать. Супчик есть? Есть блинчики, Дэн, тебе заказала. Пиццы нет. Сейчас покажу. Так, в общем, я заказала себе борщик, а Дэнке супчик с куриными кнелями. Ну, короче, такие фрикадельки куриные. Он показался мне прикольным, кстати. Сейчас я посмотрю, мне интересно, он еще с зеленью или нет. Вот, он совершенно детский, он здесь без зелени. Это супер. Значит, куриный бульончик, тефтельки вот эти. Я надеюсь, он покушает. Супчик будешь? Да. Попробуй чуть-чуть. Вкусно-вкусно, мама попробовала. Да-да, пробуй. Да. Дэн. А он тепленький. Себе я заказала борщ, но я буду его кушать завтра, потому что я уже поела сейчас. Но от ролл с креветочкой лососем я не откажусь. Новиночка какая-то, хочу попробовать. Так, блинчики потом с клубникой Дэнни поест. Котлетки из индейки тоже индейки на завтра. А вот блинчики с клубникой, а это соус. Вкусно? Я же тебе сказала, вкусно. Ешь. Все, у меня роллы немножечко помялись тут. Но я их с удовольствием съем. Чем эти роллы необычны от тех, что я всегда беру? Вончика, а что это? Это борщик. А у тебя супчик. Вончика, а что это? Это соус для блинчиков. Ты сначала супчик поешь? Нет, сначала супчик, потом блинчики. Здесь, короче, и лосось, и креветка. А я обычно беру отдельно креветку, отдельно лосось. Решила все вместе взять, попробую. Слушайте, ну роллы эти так себе, если честно. Вообще написано, что там сыр сливочный, но я его здесь вообще не чувствую. Такой, больше заказывать не буду именно вот этот ролл. Давай, давай, показывай, как ты смеешься. Давай. Так, ну что, мы вышли, блин. Я какая-то нервная, я ненавижу, когда мы опаздываем просто. Реально, если сейчас вот, блин, и все не сложится, уже третий раз мы едем в театр. Если что-то, блин, пойдет не так, я, короче, это, я знаю, что надо делать. Короче, едем. Вроде 15 минут ехать, а сейчас время половины ровно. Так, без двадцати одиннадцать, театр кукол. И мы в нем ни разу не были. Я не была, Дэнни, тем более, пойдем. Я в водку. Заходи. Ой, ну, короче, как всегда, мы не досидели до конца спектакля. Мы даже, мне кажется, до середины не досидели. В 11.05 началось, сейчас 11.40. Часа мы просидели. Денька балуется что-то там, побежать ему хочется. Ну, не сидит такой на месте, но более-менее смотрит, ладно. А у меня, я забыла лекарство выпить, аллергичное. У меня что-то кашель начался, и воздуха, знаете, не хватает. И я уже такая сижу, терплю, терплю, а потом думаю, не, у меня уже паника какая-то начинается, что, а мало ли, сейчас я дотерплю до того, а когда лекарство выпьешь, надо еще подождать, пока оно подействует. Я думаю, блин, ну, то есть меня уже потом прошибло таким, ну, как бы страшно, да. И я думаю, пойти надо и это, выпить лекарство. Я его забыла выпить, спешила. Ну, короче, опять что-то нескладное. И вообще, я все-таки думаю, что еще такой возраст у него, не знаю. Мы и на мюзикл ходили, и вот сейчас на кукольный театр ходили. В кукольный, на кукольный, на мюзикл, в мюзикл, я не знаю, короче. Я вижу, что ему особо еще неинтересно. Вот прям какая-то трата времени, ей-богу. Пусть подрастет, наверное, немножечко. Пока что буду ходить на спектакли взрослые. Причем надо тщательно их выбирать, чтобы я попадала именно на то, что мне нравится. Потому что сейчас, знаете, когда раньше у тебя было много свободного времени, и в принципе я люблю театр, и я вот куда бы ни пошла, мне везде по кайфу. А сейчас от того, что время мое, оно реально драгоценное, я понимаю всех людей, кто ценит свое время. Что в этот момент можно сделать что-то более полезное, более интересное, более продуктивное. Поэтому спектакль, он должен реально приносить какую-то радость, какой-то кайф. Если я люблю вокал, мюзикл, то это должен быть реально классный вокал, живой вокал, чтобы я понимала, что я не зря пришла на этот спектакль, наслаждаться. Да, если это игра актеров какая-то, то, блин, они должны захватить, я должна испытать эмоции, ради чего я иду, да, эмоции и так далее. А не так, чтобы я смотрела и видела в этом, знаете, как плохое кино посмотрели какое-то, где актеры, блин, играть не умеют, и постановка, и все дела какие-то непонятные вообще. Короче, так, Дэнку пристегнуть надо. В общем, пока Дэню попозже буду водить. Тебе понравился спектакль? Да. А что ты обманываешь? А что ты бегал-то, да? Не смотрел. Я не бегал. Да бегал ты, придумываешь. В целом театр, вот театр кукол, ну, неплохой, да, там ярко, как бы, хотя мне кажется, что можно сделать чуть более динамичнее. Хотя, ну, многие детки сидели, там были кто постарше, в общем-то, ну, я бы сделала более динамично, потому что когда начинаются там эти диалоги длинные, да, вот в этот момент Дэнка начинает крутиться. А как только включается там музыка, какие-то танцы, света, музыка, он начинает на все это обращать внимание и включаться. Либо какая-то там эмоциональный диалог какой-то с такими повышениями тона, там что-то такое, да. А если спокойный монолог, там что-то они обсуждают, то, короче, сразу фокусировка падает. Ну, не знаю, может, это Дэнке, маме, просто неинтересно, поэтому... Мы приехали в Сицилию. Дэня увидел еще издалека. Спасибо. Говорит, хочу макароны. А макароны в Сицилии убрали из меню. Я заказала ему сырники, ну, вроде сказал, сырники будет. Себе заказала латы, огромные. Огрюмные, потому что я кофе толком не попила еще дома, как вы понимаете. На кокосовом молоке у них только кокосовое и банановое. Или кофе без кофеина. Я говорю, не, проснуться мне надо, а вот, конечно, я бы соевое лучше кофе пила, но... Сейчас посмотрю, оно еще без сахара. А, ну, кокос сам по себе, он немного, это, сладковатый, нормально. Спасибо. А себе заказала равиоли с кроликом. По-моему, я не пробовала, или пробовала, не помню. Они то ли черт, а, зеленого цвета, со шпинатом, да. В общем, Дэнька вон там вот побежал на свой мотоцикл. Я так и не зашла в аптеку, и не вижу здесь нигде аптеки. Ну, что-то покушать мне захотелось вперед, чем искать аптеку. Они, ну, не так плохо прям, чтобы терпимо, короче. Ну, подожди, я тебе дам сейчас. Принесли равиоли, только что-то их так мало прям посчитать можно, я же не ожидала. Ну, я, в принципе, не голодная, но сам факт. А Дэня все требует, и вот макароны. Ну, сейчас я тебе дам, подожди, я не остыну, а ты попробуешь. Там же кролик внутри еще. Дэнь, ну, кто так вилочку держит, зай? Это не макарон. Дэнь, как ты читать? Дэнь, как ты читать? Дэнь, как ты читать? Дэнь, как ты читать? Очень красивые. Читай. Только дую, они горячие могут быть. Так, ну все, Дэнька весь замазался. Я с собой взяла кофе, ваше медленное, его пью. В общем, мы приехали в детский мир. Хотя. Так, была в спортмастере, там, короче, 2 500, 2 800. Обувь, но она полегче. Вот эти 999, но они прям, что ли, тяжеленькие какие-то, не могу понять. Но вот нам, типа, таких нужна сетка и резиновые подошли. Сейчас еще буду искать. Так, вот смотрю. Мне кажется, знаете, вот это 3 раза в неделю, у них, по-моему, это физкультура, или 4 раза в неделю. Вот легкие, там, на один часик занятий. Вот зачем, дорогие, братья? Я думаю, не стоят. Да? Какие-то вот такие. Вот тебе резиновая подошва и овощи, сеточка вот на лето, то, что надо. Размеры только были бы. Короче, тут вариантов полно. Вот все, это легенькое, а цены вообще 800 рублей. А я зашла, блин, в спортмастер за 2 500. Тут, смотри. О, вот наш цвет вообще. И вот такие яркие. Класс. Подойди, дай покажу. Футболку купили, смотрите, какую прикольненькую. За 399 рублей. Я ему сразу переодела, потому что он свою испачкал, просто сели, поели, блин. И в красное, и в коричневое, и в шоколад, короче, там. А так прикольно, вот. Все по цвету подбираю, теперь кислотненькая. Ну и взяли мы кепку вот такую. Дэн, а кепку? Все. Так, кепка стоит у нас, по-моему, 400 рублей, что ли? Не помню точно. Тоже все по цвету, как видите, гармонирует. Он у меня модный парень. Повернись, Кись. Ну повернись. Сожди. Дэн. Ну давай нормально одень. Повернись ко мне, пожалуйста. Вот. Да? Все равно какая-то это грязнуля. Короче, такая кепка ему понравилась. Ну и вот такие взяли педы. Тоже по цвету, как видите. У нас сегодня тренд, короче, серый. С вот этим кислотным зеленым. За 1000 рублей. Очень легкие, классные. Ну что, тебе нравится какой-то нарядный? Посмотри на себя в зеркало. Смотри. Все по цветам гармонирует. Так, это не наш. Нам еще ниже. Классно. Модняк. Ну что, девчоночки, настал тот день, когда я дынечку могу одного оставить в детской игровой. Он, смотрите, он даже по мне не вспоминает, не видит меня. А сама пойду сейчас, схожу в Глорио Джинс. И куплю краску для волос. Эй! Дэнь, я пошла! Дэнь! Все понятно. Моему ребенку и я не нужна. У него есть шарики. Сейчас на самом деле просто бежала скорее в аптеку взять зодок, потому что я забыла его взять. Мне его по-любому надо брать с собой или выпить утром, чтобы спокойно чувствовать себя. Мне прям было, знаете, я хожу и прям дышать нечем. Вот, ну вот, знаете, не то чтобы там тебя что-то глушит или прям отдышать, ну не хватает воздуха, спертый запах, как будто, блин, уже, и я такая его вдыхать пытаюсь, пытаюсь и не могу вдохнуть глубоко. Ну и вместе с тем кашелью. Я побежала, короче, купила этот зодок, сейчас выпила, пять минут прошло. Или десять, минут десять прошло, да. Я прям смотрю, я уже начинаю вдыхать, аж настроение появилось. Девочки, купила краску, короче, там в магазине. Ну классно, краска мне вышла, 97 рублей, Лонда, вышла со скидкой 80%, потому что до конца срока остается полгода, полгода, и они делают скидку. Так она стоит там сколько, 300 с чем-то, под 400. Я говорю, у вас еще есть такие краски? Полгода, я говорю, каждые три недели подкрашиваю корни. Я говорю, взяла бы у вас, ну все полгода себе вперед, полгода. Ну ладно, взяла, у них одна такая только краска была, остальные уже без скидки. Так хитро, блин, вообще смешные, короче, продавщицы такие были. Мало того, что они нихрена не разбираются вообще, девочки, а это на минуточку, женщины, которые работают в краске. Они хоть что-нибудь должны знать. Я спрашиваю, вопрос у меня. Я спрашиваю, у меня вопрос. Я беру краску 12, ну с цифрами какими-то, другую, короче, которую я уже красила. И я говорю, я буду красить корни себе на 9% или на 6, оно работает, я уже красила. Я сказала, подскажите, пожалуйста, работает ли эта краска на проценте другом, ну 3% или 1,5% или это чисто осветляющая серия. Как знаете, есть в Estelle, у них есть серия осветляющая, она работает только на 6,9%. Если ты берешь там меньше, ну это не то, короче, там нужно будет взять просто другую краску с тем же оттенком, чтобы немного притонировать твой цвет. Я это у них спрашиваю. Более того, что я у одной спросила, я вообще поняла, что она вообще ничего не понимает. Она, короче, она как-то съезжала все время. Другая девушка подошла, думаю, может она знает. Короче, они что-то смотрели на меня как-то странно, что-то спрашивали непонятное, смотрели на мои волосы, смотрели на раскладку. А потом она мне выдает, говорит, ну, ну, вы просто берите оксид поменьше, потому что если вы будете брать побольше, у вас просто волосы отвалятся. Я говорю, чего? Она такая, ну, типа, я говорю, ну, я уже поняла, что на самом деле, чтобы я не спрашивала, они не понимают. Я говорю, ладно, девочки, я поняла, что вы ничего не понимаете. Говорю, просто давайте мне эту краску. В общем, сделаю эту краску. Они даже не знают, какие бывают. В общем, я эту одну краску сделаю, корни там на 6%, например, или на 9%, а по длине сделаю 3%, и все. У более сведущих людей, может, кто-то здесь разбирается, что это просто идет краска, типа, 12 уровень, это, типа, самый осветляющий, ну, самый светлый блонд, да? То есть у меня, например, 12 уровень блонда, а 81 это просто идет, сколько там, не знаю, фиолетового и серого, ну, вы поняли, да? А 12 это просто уровень. Вот. Вот. И получается, это, ну, и правильно ли я поняла, что эта краска работает одинаково, как с 9% она поднимает, да? Так и на 1,5% она просто тонирует, но не портит волосы. Вот я что хотела спросить. И все. В общем, я ее купила. 97 рублей мне краска вышла, представляете, кайф. Скоро будем красть. Зашла в Синнабон, решила разгуляться. Взяла с корицей одну маленькую, и мне девушка говорит, что вот сезонная у них сфихуа с джемом есть. Я говорю, блин, давайте, скоро закончится, говорит, другое что-то будет. Ну, Деньке, блин, взяла еще домой. И вот такой вот пряник Денька попросил, вот с сердечком. Мороженка, говорит, распечатывает свой пряник сразу. Просто снимай, зай, наверх тени, наверх тени. Да это нет, ты узел завязываешь. Ты наверх тени. Давай, помогу. Вот так, смотри. Просто вверх, видишь, вот. Вот. Нет, тыблой. Давай, давай. В прошлый раз он просто съел пряник, прям очень ему понравился. И я решила его баловать пряниками. Держи крепко только, упадет сейчас. А, ты вот это сердечко взял, да? Первым делом сердечко хочет откусить. Ой, девочки. Да. Погуляли хорошо, Деньке прям понравилось. Конечно, вообще я планировала, чтобы мы на свежем воздухе погуляли. Но мы пошли наверх. А что мы пошли наверх? В Глорию Джинс. И он увидел эту игровую, он ее очень любит. И она была закрыта вообще все это время. Первый раз в пандемии, ну, после пандемии, да, вот это вот все. Первый раз она открыта. И я думаю, блин, он давно там не был. И вот в игровую. Ну, а потом он уже резвится туда-сюда. Тем более он сам по себе там играл. А я могла пойти, я за краской сходила, в Глорию Джинс зашла. Ну, я как бы приходила, уходила, да. Потом еще в магазин один зашла. На втором канале будет обзор. Новый магазин все по 59 рублей. Сейчас, вы знаете, после фикс-прайса, когда у них там было все по 5, по 10 рублей. Сейчас у фикс-прайса уже космос цены. И когда ты видишь все по 59 рублей, ты, блин, захочешь и думаешь, ну, что же у вас за 59 рублей продается. Ну, я много приколюшек всяких купила. Поэтому на втором канале смотрите обзорчик. Вместе с вами будем тестировать там всякие интересные штучки. Вот. И я уже думаю, ну, пусть, блин, набесится как следует, чтобы прям устал. И само стало любопытно, через сколько он прям пойдет. Я его звала, говорю, пойдем покушаем, пойдем в туалет, пойдем в магазин. Никуда не хотел идти. И вот уже 3 часа прошло. Я даже у девушки спросила, говорю, сколько прошло 3 часа. Я ему говорю, пойдем кушать. И он такой, такой, идем. Он захотел воды попить за это время. Он первый раз попил воды, понимаете. И он и воды не хотел пить, в туалет не хотел, ничего не хотел. Вот. И нагулялся, нарезвился, все. Мы пошли покушали сейчас. Потом сладюшку я ему взяла. И это. Дома на самом деле всяких разных вкусностей полезных есть. Надо было ехать домой. Ну, просто уже большой перерыв. Он как-то и не позавтракал толком. Что-то непонятно. Сырники принесли в соусе каком-то. Он этот соус не хотел. Я ему этот соус отделяла от сырника. Ну, то есть, я не знаю, от силы он там. Ну, один сырник съел. Мороженое съел. Ну, как-то так, короче. Сегодня такой разгильдяйский день. Завтра будет, как положено, есть в садике. И гулять по расписанию. Вот. Все. Я собиралась сегодня с братом встретиться, но в итоге, наверное, не встретимся. Потому что сейчас уже 7 часов. Сейчас пока мы доедем, пока мы искупаемся, уже будет часов 9. А мы как раз-таки 8-9 ложимся спать, когда в садик. Вот. Все. Тебе понравился, зайка? Да. Все. Еще так будем гулять? Да. Конечно, скажем. Вот у меня есть этот пряник. Даже это. Даже мне прям от сердца отрывало. Обычно он делится. А тут я говорю, ну да, пряник. Он прям такой, с моих рук на кусай. Смешной. Все. Едем домой. Ну что, мы прибежали домой. Денька сразу пошел купаться. Я переоделась в домашку. Разложила вещи. Сейчас с Люсей поболтаю по телефону. И буду его потихоньку укладывать. Пол восьмого мы приехали домой. Да? Время сейчас 19.30. В итоге время у нас 10 минут. 10-го. И мы ложимся. Все, везде повыключали. Давай, запрыгивай. Все. Завтра хочу снять вам видео новенькое. Интересненькое. Короче, что-то я это... Сегодня такая вся... Ну, с Денькой. И не было времени даже. Простой, небольшой. На втором канале. Ну, ничего. Говори, спокойной ночи. Спокойной ночи всем. Он говорит вам, но по телефону спокойной. Покойной ночи всем. Вы поняли. Что? Мы приедем. Мы скоро в садик пришли. Завтра в садик. Ты в курсе? Ты пойдешь в садик? Мамочка, что ты делаешь? Я снимаю тебя. Мамочка, что будешь делать? Мы будем спать с тобой сейчас. Сайки мои, ну что, я уложила Денечку спать. И сейчас буду заканчивать влог. И вы знаете, в последнее время получаются действительно короткие влоги. Хотя я знаю, что вы любите длинные влоги. Напишите, кстати, в комментариях обратную связь. Я просто посмотрю примерно, какое количество людей, какие влоги больше любят. Напишите, какие вам больше нравятся. Такие, чтобы были 30 минут, 25-30, либо час и полтора. Напишите в комментариях, какое количество времени влога вы любите больше. Сейчас они немного коротенькие, потому что как-то событий не так много. Я стараюсь, конечно, чтобы события были. Иногда просто бывает, мне удается снимать много дней, потому что рубрика какая-то есть. Если у нас будет на канале какая-то рубрика, да, то у нас будет больше времени на влог. А так как я видео выпускаю регулярно, через день, то у меня на один влог два дня. То есть два дня событий. Если эти два дня насыщенные, то влог получается длинный, потому что я все снимаю, все показываю. А если он не особо насыщенный, то я как бы, сами понимаете, он получается не длинный. Мил, что там? Что случилось? Вот, поэтому, ну, я думаю, в принципе, пусть будут разные влоги. Такие, такие. В общем, посмотрим. Кстати, сегодня я взяла, а я вам сказала, что я взяла краску новую, да. Хочу покрасить волосы. Прямо мне любопытно, что получится, если честно. Но еще корень не очень сильно отрос. Пусть чуть-чуть еще подрастет. Я просто на будущее взяла, чтобы красочка уже лежала. Вот. Он будет менее такой желтый, я надеюсь, да. Сделаем чуть более такой, более белый. Он даже не холодный, более такой белый. Вот как у меня, были у меня там волосы одни. Я прям смотрю и думаю, блин, вернуть бы этот цвет. Очень красиво. Вот. Ну и все. Завтра я собираюсь, кстати, на вокал пойти. Деньку в сад отведу. Сниму для вас некоторые видео, которые лежат у меня там, да. И пойду на вокал. А там посмотрим, какие еще планы. И все, дорогие мои. Буду с вами прощаться. Люблю вас. Целую. Жду комментарии. Обязательно подписывайтесь, девочки, кто не подписан. Анатолия. Смотрит кто-нибудь меня не подписанный? Ну, комментарии, наверное, пишут все, кто подписанный, да? Если вы смотрите меня и вы не подписаны, подписывайтесь. Лайк тоже ставьте. Мне очень приятно. Лайки важны. Лайки нужны. Каждый лайк ценю. Дизлайк тоже ценю. Но не так, как лайк. В общем, будьте со мной, оставайтесь со мной. И будем стараться делать что-нибудь интересное на канале. Я точно буду стараться для вас. Все, мои хорошие, вас люблю. Целую. Прощаюсь. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok